Детский сад номер 58 в Захаровском поселении особый, флагманский. Здесь работает очень грамотный коллектив, а уровень воспитательной работы десятилетиями держится на неизменно высоком уровне. Сюда стремятся отдать своих детей не только жители Захарова. Садик необычайно востребован. Поэтому не случайно именно этому дошкольному образовательному учреждению взялся помочь депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Мы рады всем, мы встречаем всех детей. У нас замечательный коллектив, отличный коллектив. Все с образованием специальным, дошкольным, высшим и среднеспециальным. Все имеют категории. Но этого недостаточно. Должна быть любовь. А любовью, любовью, вот именно они всех наших деток окутывают. Конечно, любовь в воспитании детей – это основное. Но не стоит забывать, что 58-й садик построили в 66-м году. И с тех пор капитально ни разу не ремонтировали. Конечно, поселение и район на его содержание средства выделяют. Но, по признанию заведующей Марии Никитишны, она любит просить для своего садика и не стесняется этого. Дмитрий Голубков посодействовал выделению дополнительных средств на ремонт электросетей и оборудования. К осени, когда большинство детей вернется, с летних каникул придут уже в новый обновленный детский садик. Уверен, что он скажется на качестве воспитания и на качестве работы детского сада. Конечно, очень важны вопросы, которые сегодня мы затрагивали, когда обсуждали с подрядчиками, с руководством. Это вопросы безопасности. Потому что все заведения такого рода – детские сады, школы – все, что относится к вопросам безопасности и жизнедеятельности, даже стоять на первом месте. Вместе с сотрудниками детского сада Дмитрий Аркадьевич проверил ход работ, плотно пообщался с представителями подрядчика, а также познакомился с проблемами дошкольного учреждения, которые еще ждут своего решения. Мария Липатова упомянула, например, о необходимости заменить детскую сантехнику – ровесницу самого садика. Детский садик берет свою историю. В 1966 году, конечно, многое тут следует менять, улучшать. Но самое главное, чтобы он остался таким же привлекательным и значимым местом в Одинцовском районе, здесь, в Захарово. Сегодня в Захаровском поселении очередей в детские сады нет. Поэтому и появляется отличная возможность сосредоточиться на улучшении условий в уже существующих дошкольных образовательных учреждениях. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.